А женский баскетбольный университет Югра одержал две победы в матче против уральских спортсменок в студенческой суперлиге. Сборная Урфу, если бы дважды выиграла, имела бы возможность обойти сургутянок в турнирной таблице, подвинув их со второй строчки. Но начало стартовой встречи тура оказалось для гостей обескураживающим 14-33. Отыграть столь большой задел екатеринбурженки не смогли. Университет Югра одержал восьмую победу в сезоне. Мы, к сожалению, дали в первой четверти уступить сопернику. Мы морально, наверное, были не настроены, потому что, к сожалению, три игрока основного состава у нас не смогли сыграть этот выезд. Они травмированы, и нам приходится пятером бороться против достаточно сильной команды, которая занимает лидирующую позицию в нашем дивизионе. Во втором матче ключевой стала вторая десятиминутка. Сургутянки сумели создать себе задел в 13 очков. Благодаря этому запасу матч удалось завершить победой университета. Хотя гости за несколько минут до финальной сирены смогли практически сравнять счет. Однако нервы оказались крепче у баскетболисток Югры. Итог матча 65-59. Следующий тур студенческой суперлиги пройдет в феврале. В Сургуте университет сыграет с Пермским колледжем Олимпийского резерва, национальным исследовательским и тюменским индустриальным университетами. Сегодня, в принципе, мы собирались утром специально на тренировку, чтобы обсудить моменты игры против зонной защиты. Но так как состав молодой, еще только обыгрывается, поэтому было много ошибок допущено в целом. И, естественно, соперник этим воспользовался. А так, в общем, я игрой очень довольна. И второй, потому что у меня в этой игре было больше задействовано игроков.